Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает Лопадом, и сегодня я хочу вновь поговорить о книге Николая Васильевича Гоголя «Террас Бульба». Дело в том, что эту штуку изучают в школе, и, собственно говоря, наверное, внимание к ней и интерес к ней не ослабевает и не будет ослабевать, какое издание в руки не возьми. Но так случилось, волей судеб, что у меня сошлись в библиотеке два просто диаметрально противоположных издания, одно из которых я уже представлял, это «Террас Бульба» с иллюстрациями Сергея Любаева. Это великолепная совершенно книга, которой я искренне и горячо восхищался, совершенно не похожая на ту интерпретацию, которую нам сейчас преподнесли, это издательство «Речь», художник Александр Герасимов с великолепным комментарием, но не предисловием, Игоря Алексеевича Виноградова. Значит, два слова о том, что такое для меня «Террас Бульба», и перейдем к делу. Понимаете, в чем дело? Это исторический факт. Это произведение, которое глубочайшим образом укоренено в эпоху, когда оно было написано. И совершенно бессмысленно судить героев этого произведения, автора этого произведения, отнесенного от героев на несколько столетий, вы же понимаете, да, это сильно другая эпоха, да, мерками, нормами и какими-то устоявшимися представлениями сегодняшнего дня. Поэтому произведение это крайне жестокое, полное чудовищных, на современный взгляд, да уже на взгляд Николая Алексеевича Гоголя, который писал, что волос дыбом становится, когда думаешь и вспоминаешь, что творили поляки и казаки, да, значит, у него в «Террасе Бульбе», значит, уже его тогда ужасово сейчас нас просто приводит в некоторое недоумение, потому что мы даже представить себе не можем, чтобы кто-нибудь мог так это написать, не то что это соделать. Хотя у нас за плечами XX век, по сравнению с которым все зверства и жестокости Средневековья, в том числе связанные с войнами непрерывными на территории Украины, Польши и сопредельных государств, и связанные с Запорожкой Сечью, все эти зверства кажутся уже не такими изверствами, потому что у нас чудовищный XX век за плечами. Так вот, на фоне всего этого два слова надо сказать о том, как представлен текст, переизданный по собранию сочинений, вот в этом издании. Представлен он Игорем Алексеевичем Виноградом, доктором филологических наук, МЛИ, Институт мировой литературы, очень серьезным специалистом по творчеству Гоголя, руководителем многотомного издания «Летописи жизни и творчества Гоголя» для изучения любого писателя, «Лета Альфа и Омега». Это тот фактический материал, на котором строятся очень многие сопоставления, на котором строится сугубо литературовический анализ, хотя, казалось бы, дело касается именно биографических моментов. «Летопись жизни и творчества», если человек работает над этим, то можно смело сказать, что это очень глубоко знающий предмет специалист. Мало того, он первый публикатор многих редких материалов, касающихся детства Гоголя, такого периода, который очень замазывался, очень так туманно освещался школьным советским литературоведением, потому что Нижинская гимназия, глубокий религиозный опыт, полученный Гоголем в детстве, и его эти метания и мечтания, переписка с матерью, полная такой вот двусмысленности и каких-то двойного дна, он постоянно что-то мифологизирует в своей биографии, в своих, постоянно что-то придумывает, постоянно что-то фантазирует. Совершенно вымороченная, выдуманная биография, которая требует толкования, подтверждения каждому упоминаемому факту. И вот как раз виноградовый специалист по этим вещам. Его же комментарий, искренне рекомендую, значит, Тарасу Бульбе, там очень много реалий, абсолютно непонятных не только школьнику, но и взрослому, вполне себе начитанному и образованному современному читателю, откомментированно и растолкованно. А вот предисловие привело меня в удивительное недоумение. Вы знаете, это чрезвычайно благостный текст. Такое спокойствие дышит в этом тексте, такая благодать, как чинно и благородно. Многократно цитируется Евангелие, три или четыре раза. Цитируется Ветхий Завет, второзаконие, по-моему. То есть это вот, понимаете, за веру царя и Отечества, совершая подвиги, значит, в такой красоте, в такой, значит, вот это всё. Если мы вспомним, что такое Тарас Бульба, Тарас Бульба – это, друзья мои, Илиада. Если кто перечитывал Гомера хотя бы в подробном пересказе, тот понимает, из чего состоит Илиада. Знаменитая сцена прощания Гектора с Андромахой – это вот такой эпизод. Вот, как и, собственно, визит, значит, к Ахиллу, да, старца в слезах Седого, значит, за телом сына. Это, ну, друзья мои, в общем, крохотные эпизоды. Вот, а в остальном это Мочилово, это страшное Мочилово. То есть когда копья, мечи вспарывают чрево, значит, вываливают внутренности, в самую печень поражают, сносят головы, перерезают жилы, значит, и так далее. И этим и восхищался наивный древний слушатель. Это и живописует, собственно говоря, Гомер. Потому что это интересно. Так устроен человек, нам это интересно. И вот, конечно, когда сейчас, если вы откроете Википедию, вы прочитаете прекрасное. Дмитрий Быков считает, что Тарас Бульба – это Илиада. И гомерские традиции, значит, героического эпоса реализуются в тексте. Это как-то так, да. Друзья мои, это не Дмитрий Быков. Это еще Константин Аксаков придумал, что Гоголь написал Илиаду Тараса Бульбу, значит, это из «Вечеров на хуторе Блездиканьки» и Миргорода, вот из этой эпохи его творчества. А потом Одиссею, путешествия на Птице-тройке по бескрайним просторам Руси-матушки, да, и назвал поэмой, потому что уже окончательно понял, что он гомер. То есть вот Тарас Бульба ведь тоже поэма, в сущности, и живут они по законам эпическим. Поэтому, когда мы встречаем сцену избиения жидов, а это слово там употребляется, обойти его нельзя, исторической сноске оно требует. Во-первых, смысл в этом слове закладывался другой. Во-вторых, то есть тогда это было более обиходное слово с меньшей негативной коннотацией. Его сейчас вслух употреблять на людях, ну, в общем-то, неприлично, да, я считаю. И считаю, что в русском языке это слово совершенно другое значение сейчас имеет. Но цитирую исторические тексты, естественно, из песен слова не выкинешь. Поэтому сцена избиения и утопления в реке жидов, когда смешно так торчали из воды их тонкие, какие-то худощавые ноги, описывает Гоголь, это чудовищно абсолютно, по меркам любого времени, что 19 века, что 21, то есть нам даже непредставимо. Но это эпос. Там это должно выглядеть красиво и благообразно, как в балете. И вот такой балет Виноградов нам в предисловии описывает. Когда по благословлению доброго Господа, значит, все то, что совершают казаки и поляки, это делается в защиту православной веры. Вот именно так и надо поступать. Как именно? Ну, сейчас вот как бы вот, потому что именно защита, да, вот. Дыбом стал бы ныне волос от тех страшных знаков свирепства, полудикого века, которые пронесли везде запорожцы. Избитые младенцы, обрезанные груди у женщин, содранная кожа с ног до колена у выпущенных на свободу, словом, крупную монету отплачивали казаки прежние долги. Долги имеются в виду вот тем самым, значит, полякам, да, которые поступали ровно так же, надо сказать, вот, исторически, да. Одна из самых страшных сцен в мировой литературе и в русской литературе – это сцена, когда Андрей входит в осажденный город и видит то, чего до Гоголя, по-моему, еще никто не писал. Это было мертвое тело женщины, по-видимому, жидовки. Казалось, она была еще молода, хотя в искаженных изможденных чертах ее нельзя было того видеть. Возле нее лежал ребенок, судорожно схвативший ее рукой затощую грудью и скрутивший ее своими пальцами от невольной злости. Не нашед в ней молока, он уже не плакал и не кричал, и только по-тихому опускавшемуся и поднимавшемуся животу его можно было думать, что он еще не умер, или, по крайней мере, еще только готовится испустить последнее дыхание. В общем, читать это спокойно невозможно, абсолютно. Вот так запорожцы осадили город, так вот они, соответственно, добивались победы. Понимаете, ну, в общем, не уважали... Ну, это потом месть, значит, месть за Остапа, месть Тараса и его товарищей. «Ничего не жалеете», – повторял только Остап. «Не уважили казаки чернобровых понянок, белогрудых, светлоликих девиц. У самих алтарей не могли спастись они». В церкви, как бы можно было спастись, да, просить защиту у Бога, в церкви нельзя было убивать даже преступника, да. «Зажигал их Тарас вместе с алтарями», то есть сжигал костелы вместе с людьми. Помните, кто так у нас поступал в 20 веке, да, смотрели соответствующие фильмы, да? Вот, друзья мои, это одинаковое личико имеет, одинаковое выражение личико имеет, что в 17 столетии, что в 20, что в 21. «Не одни белоснежные руки подымались из огненного пламени к небесам, сопровождаемые жалкими криками, от которых подвигнулась бы сама сыра земля, и степная трава поникла бы от жалости долу. Но не внимали ничему жестокие казаки, и, поднимая копьями с улиц младенцев их, кидали к ним же в пламя. «Это вам, враждей ляхи, поминки по Остапе!» – приговаривал только Тарас. Значит, ну, месть человеческая не знает границ, а жестокость человеческая не имеет никаких пределов абсолютно. Вы знаете, в чем волшебство и сила таланта этой повести? Да ничуть все вышеописанное не умаляет ни подвига Остапа, ни страшной сцены, благородной, великой и чудовищной, конечно, по своей жестокости, когда «Видишь ли ты меня, слышишь ли ты меня, отче?» – «Слышу!» – крикнул Тарас среди гробовой тишины и столпы. Вот. Ни благородства характера казаков, да, ни прекрасной совершенно сцены первого знакомства с Запорожской сечью, сечью, когда такой у меня обычай, все, что сниму, да, все тут же пропью, говорит казак Остапу, и других бесчисленных моментов. Сейчас, когда мне много лет, когда я пересчитываю эту повесть в очередной раз, «Больше всего мне жалко мать, Остапа и Андрея, единственную заслуживающую жалости в этой повести. Остальные герои представляются мне героями эпоса, то есть не до конца людьми». Там какая-то, понимаете, да, мы же Ахилл, Гектор для нас это как бы герой, мы с одной стороны вроде как сочувствуем, а с другой стороны понимаем, что это такой эпический балет перед нами разворачивается, да, вот такой вот. И, соответственно, еще Котков устал в 19 веке от всех этих эпических интерпретаций, и писал Гоголь да Гегель да Гомер, только и слышишь об этом, да, по поводу вот этой вот концепции. Тарас Бульба – великая вещь. Огромные, сильные, противоречивые чувства обуревают тебя, когда ты ее читаешь. Особенно сильны они в юношеском возрасте, когда можно и Андрею сочувствовать гораздо сильнее, чем за пророжеством, потому что любовь – великая вещь, да, но любовь-то там, помните, как панночка с ним играет, как она его наряжает, украшениями обвешивает? Это, в общем, специально Гоголем все, конечно, написано и так далее. «И помогли тебе, сынку твоей ляхи» – тоже фраза, которая вошедшая, вошла в Валькреор. И когда ты читаешь эту повесть, ты ужасаешься и восхищаешься одновременно. Смесь чувств, которую очень сложно вызвать в современном читателе, присыщенном и видавшим такое, что и не снилось Николаю Васильевичу, при всем его невероятном даровании. И теперь еще об одной особенности этой книги, которая доставляет не особенное наслаждение, потому что диаметрально противоположен художественный метод, средство воплощения и результат, который мы наблюдаем в этом издании, тому, что сделал Сергей Любаев. Художник Александр Михайлович Герасимов. Это классик советской, самой, что ни на есть, кондовой, настоящей такой советской, рафинированной живописи сталинской эпохи. Воуриат четырех сталинских премий. Годы его жизни – 1881-1963. Специально заглянул в Википедию, чтобы посмотреть и убедиться, что это тот самый Герасимов, чья мокрая терраса после дождя сопровождала все учебники родной речи, по-моему, по ней сочинения, еще даже я писал. Потому что действительно гениально в этом смысле сделано. И хотя он тяготел к некоторому импрессионизму, здесь он реалист. Что в графике, что в живописных полотнах. Он над Тарасом Бульбой работал очень долго. Он не только автор лауреата сталинских премий, действительно гениальный художник. Он делал эскизы декораций к постановке в Большом театре, которая, к сожалению, не осуществилась. Он делал графические работы, он делал живописные иллюстрации Тарасу Бульба, которые очень выразительны. Во-первых, это движение. Во-вторых, это крупный мазок. В-третьих, это никакой отсылки к написанной традиции, к традиции русского лупка, к традиции гравюры Петровского времени, 17-18 века, которые у Любаяева тонко, органично и чрезвычайно искусство вплетаются. Значит, здесь у нас, у Герасимова, это, понимаете, сама сочная живопись, жизнь, да, такая кубанская свадьба такая, знаете, вот это вот изобилие в его народном, очень прямолинейном, простодушном в чем-то представлении, да. Изобилие в чем выражается? В сильных характерах. Он очень-очень с большим наслаждением живописует эти мышцы, эти бицепсы, эти торсы, обнаженные, эти распахнутые кожухи, эти папахи, эти шашки, эти украшения, поножи, вот эти вот упляши замечательные, да. Значит, в буйстве красок, если поле, то с цветами, если дерево, то кудрявое, как, значит, цветущая, там, не знаю, яблоня, да. Если пейзаж, то вот такое, что его просто хочется воспринимать как декорацию, да, как декоративный узор, хотя здесь голый реализм, нет ни малейших попыток вот еще раз обыграть все это, да. Вот, конечно, это очень выразительно, это необычайно сочно, это совершенно иначе по тому тону, с которым я воспринимал Тараса Бульбу. Помните, я разговаривал об эпосе больше 10 минут в начале рассказа? Так вот, это как раз антиэпическое произведение. Здесь как раз казаки живые, веселые, вот они гогочут, они кричат, улюлюкают, они, значит, с этими цветными тряпками, привязанными к пикам, значит, и с богато-роскошно убранными седлами, да, вот они скачут в поту, в дыму со своими люльками, это трубки так назывались, значит, табачными, пьют пенны или брагу какую-то, да, значит, травят анекдоты, поют песни, не знаю, веселятся, купаются, сморкаются. Они совершенно живые, эти казаки, и их противники такие же, и природа вокруг них как бы отвечает необычайному буйству того самого, помните, эпитет полудикого века, который, да, это античная радость жизни, да, вот это вот, по-моему, Герасимов очень тонко почувствовал и передал, да, конечно, здесь есть некоторая театрализация, вы посмотрите на это, какие кафтаны красные, какие лица, как это все, да, как будто ты смотришь на свадьбу в Малиновке, но это далеко не свадьба в Малиновке, потому что Герасимов показывает и ужас, и кровь, и схватку, и, значит, показывает яркую, сочную жизнь, да, вот застолье в доме Терраса Бульбы, помните, как он потом с горшками-то поступит, да, вот, значит, побьет их все, вот, показывает и страшные совершенно вещи, которые у Гоголя описаны без всякого изъятия, вот сцена казни, вот она черно-белая, что-то здесь есть в этих выражениях лиц, такое необычайное свирепство, которого не встретишь, значит, в наши дни, в живописных полотнах, да, что-то такое он почувствовал, художник, да, вот диалог с Янкелем, да, это самый, тоже очень запоминающийся образ, чрезвычайно карикатурный, конечно, у Гоголя, да, вот, то есть Герасимов живописует не только буйство и радость жизни, он живописует всю ее полноту, а значит, и ее ужасные стороны, это очень сильно, это очень сильно, это производит большое, немножко театральное, но большое, очень сильное впечатление, да, вот, работа Александра Михайловича Герасимова «Катарасову Бульбу» вы точно не забудете, бог с ними, с портретами Ворошилова и кого он там еще портретировал, бог с ним, с его академической станковой живописью, которая стала достоянием истории искусства, меня сейчас, может, проклянут его любители классической советской школы живописной, да, социализма, но на самом деле вот эта его работа, это просто вот памятник большому художнику, потому что действительно, вот здесь Тарас Бульба такой, какой он многим представляется. Видите, как по-разному видят художники одну и ту же вещь, видите, какое богатое пространство для интерпретации дает небольшая повесть, написанная 200 лет назад. Видите, какие сильные чувства и какие страшные вещи всплывают на поверхность при внимательном прочтении анализа этой повести. Это и есть свойство классики – бесконечно вызывать споры и сильные эмоции, бесконечно порождать великолепные интерпретации, и художественные, и визуальные, да, и заставлять нас думать и перечитывать эти вещи, и, конечно же, работать над собой. И мне кажется, при этом не следует создавать вот такую благообразную картину христианского толкования, ну, в понимании автора предисловия, как я, опять же, понимаю автора предисловия, Игорь Алексеевич Миноградов мог совершенно иное иметь в виду, такую благостную такую картину, как замечательно за веру и Отечество сражались и погибались «рыцари без страха и упрёха», «лыцари», как это говорит сам, сами запорожцы, «лыцари» вот эти вот, значит, как и всё это замечательно, гармонично вписывается в евангельскую православную картину мира. Вот так и надо. Помните, там, кожу сдирать до колен, там, груди обрезать, вот, прекрасно, замечательно, всё очень-очень благообразно, благостно. Вот это немножко мне не близко, а специалисты великолепные комментарии, ну, я думаю, что оценят. Может быть, есть и лучшие, я-то не специалист по Гоголю, но мне очень помог, понравился и искренне от всей души рекомендую. Просто крайние, иногда очень красивые и стройные, но слишком упёртые интерпретации, таковая вам представлена, другую я описал, значит, ещё восходящую Константину Аксакову, значит, к XIX веку, тоже описал, вот, крайние интерпретации всегда однобоки и всегда вызывают некоторые разочарования и даже раздражения, потому что ты понимаешь, что классика – это натуральный классик, а что быть гораздо глубже. Спасибо за внимание.